Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями. Сейчас в Армении и в Ереване проходят митинги против России и против Путина. Прощай, немытая Россия! Выходим из ДКБ. Крупный антироссийский митинг в центре Еревана. Так, вот, видите, тут стоят протестующие. Они протестуют против Путина, против России. Прощай, немытая Россия! Написано. Так, в центре Еревана проходит факельное шествие и крупная антироссийская акция с американскими и французскими флагами. Как передает ДСЗ, участвующие в шествии армяне кричат «Прощай, немытая Россия! Россия, уходи!» И требуют от правительства, чтобы Армения немедленно покинула ДКБ. Как видим, антироссийский настрой армянского общества и отречение Армении в целом от России продолжает приобретать все более очевидный характер. Так, там вот есть ролик. Напомним, что армянские реваншисты, радикалы, националисты часто проводят акции протеста, обвиняя Россию в предательстве. В частности, одним из наиболее громких скандалов стало факельное шествие в здании посольства России в Ереване в ноябре 21-го года, когда представитель террористов Санкт-Ницер Ваги Гаспарян выкрикнул слова «Прощай, немытая Россия!» и стихотворение Михаила Лермонтова. Фраза, по-видимому, закрепилась. В общем, сейчас, да, очень что-то армяне не злюбили Путина, не знаю, не ласково его встретили. В Ереване протестовали в преддверии саммита ДКБ и визита Путина. Вот они вышли с армянскими, украинскими флагами. Они против России, против Путина. Так, армянская оппозиционная партия «Национальный демократический полюс» провела протесты в Ереване в преддверии саммита ДКБ. И визита президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает радио Азатюн. Участники акции скандирили антироссийские лозунги «Враг ДКБ! Враг Россия!» Ну да, я видел ролик, там ходят по ночам слогами американскими, украинскими. Только, в общем, все против России. Так, при этом член оппозиционной партии «Открыто» заявил, что визит лидеров недружественных и враждебных по отношению к армянине стран, членов ДКБ, в том числе и Путина, должен получить противодействие. Вот как раз тут ролик есть. Так, да, армяне настроены решительно против не то, что еще Путина, а и Лукашенко еще. Да, там Лукашенко ведь прибудет. Написано «Персона нонграта» Путин и Лукашенко «Персона нонграта». Так, антироссийские протесты в Ереване. Это игра Пашиняна, вопросительный знак. Мол, все это Пашинян типа организовал. По мнению российского эксперта, воспользуюсь ситуацией, когда внимание России сосредоточено на украинском направлении. Запад хочет занять место более влиятельного игрока, чем в России на Южном Кавказе. Ну это да, конечно, Запад хочет занять место на Южном Кавказе. Сегодня проходит заседание ДКБ в Армении, где премьер-министр Армении Никол Пашинян поставит ключевой для него вопрос. Поддержит ли Армению члены ДКБ в противостоянии с Азербайджаном? Да, интересный вопрос. А вот эти антироссийские протесты, которые сейчас проходят, как раз направлены на то, чтобы повлиять на членов ДКБ. Армения может сказать о ДКБ, что ей не нужна эта организация. Она выходит из нее, заручившись поддержкой этих протестующих. Да, протестующих много и все против Путина. Но он грато Путин, но он грато Лукашенко. Вот эти, как сказать, основные враги армян. Так, Пашинян уже давно намекал на то, что Армения готова сотрудничать с США и Европой в лице Франции. И больше, чем с Россией. Он считает, что их помощь будет гораздо эффективнее, чем помощь России. Даже, возможно, они вместе будут воевать против Азербайджана из-за интереса Армении. Безусловно, протесты, которые сейчас происходят в Ереване против России, поддержатся западными силами. Воспользуюсь ситуацией, когда внимание России, да, сейчас, да. Россия воюет в Украине, там полный кирдык. Там она проигрывает по всем направлениям, в глухой обороне. Ей уже не до Армении, не до Азербайджана. Ей там, в общем, Крым скоро потеряет в следующем году. Запад хочет занять место более влиятельной игрока, чем Россия на Южном Кавказе. Для этого они хотят, чтобы Армения была на их стороне, выполняла их рекомендации. Задача этих прозападных сил совсем не означает урегулировать на Южном Кавказе. Их первостепенная задача сделать за Армении антироссию и окражить Россию вражескими странами. Ну, это точно, да. В общем, вот такие новости. Все, что происходит сейчас в Ереване. Сейчас еще выпущу ролик по этой теме. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.